Слава Богу! Хорошо, идем дальше. История церкви. Мы рассматриваем пробуждение, да, и мы пришли к вислианскому пробуждению, методистскому пробуждению, да, во главе которого стояли несколько человек. Это первый, это, ну, лидер этого пробуждения, Джон Уэсли, также его брат Чарльз Уэсли, и их друг Уайтфилд также помогал им, совместно они трудились в этом. Слава Богу! Хорошо, и мы уже говорили о том, что Джон Уэсли, разочаровавшись в своем служении, как англиканского священника, имел встречу, решающую для него, для жизни, с представителями марафских братьев. Они его пригласили на богослужение в Лондоне. Он посещал несколько богослужений, где пережил рождение свыше. Он даже едет в Гернгут к Николасу фон Цинцендорфу, смотрит, как там все проходит, ему нравится, некоторые вопросы у него возникают, там какие-то вещи в богословии, может быть, он не согласен. И плюс он переживает, Николаса фон Цинцендорфа уважали так, что он переживает, как бы не возник культ личности. И это его немножко напрягает. В дальнейшем происходит то, что он начинает работать самостоятельно, работать отдельно. Слава Богу! И то, что он делает, он начинает, кроме воскресного богослужения, он начинает библейские классы раз в неделю, по четвергам, где методично молятся, изучают Библию. Из-за вот этих вот методов, да, их, как бы, и было дано им название методисты. Кроме этого, раз в месяц, в воскресенье, целый день они посвящают совместной хвале, молитве и проповеди Слова Божьего. Раз в месяц, целый день они отдают вот такому воскресному богослужению. В 1739 году, на одном из богослужений, где было 60 человек, они пережили сошествие силы Божьей, сошествие Духа Святого явное. Исполнились радости, кто-то с ног сбит был силой Божьей. И он пережил такой момент, он пережил прикосновение Духа Святого, который он потом в своей теологии истолковывает как освящение, момент освящения Духом Святым или моментальное освящение. Джон Уэсли верил в моментальное освящение. Он верил, что первое, это идет рождение свыше, а второй момент сверхъестественно входит Дух Святой и освящает человека. И как бы это в его теологии присутствовало всегда в дальнейшем. Тогда же, в 1939 году, интересно, у его друга Уайтфилда, с которым еще в университете они святой этот кружок организовали, у него было служение евангелиста очень серьезное. И он проповедовал евангелие как в Англии, так проповедовал евангелие в Америке, помогал Джон Тону Эдвардсу, мы потом об этом чуть-чуть поговорим. Джон Уайфилд первый человек, который стал проповедовать вне церковных стен. У него была такая практика, он ехал в шахтерские местечки, в шахтерские места, и проповедовал там шахтерам, сначала идущим на работу, перед работой и так далее. Проводил богослужения на открытом месте, собиралось там до 5-7 тысяч человек его послушать. У него был голос такой, он без микрофона достигал такого количества людей. И интересно, что во время его проповеди Дух Святой сходил, происходили интересные вещи. Люди начинали плакать, каяться. Когда опять-таки кто-то падал, какие-то такие интересные вещи сверхъестественные проходили среди людей. Джон Уэсли не знал сначала, как к этому относиться. И тогда Уайфилд говорит, а ты приезжай и сам посмотришь. И у Уэсли, у него была священческая одежда, он приехал туда, занял место, ну как бы с которого как из-за кафедры проповедовали. А Уайфилд взял и не пришел специально. И Уэсли стоял там, полчаса нету, час никого нету, и люди уже смотрят, время затягивается, нет никого. И увидели его и говорят, эй, священник, давай проповедуй, проповедуй давай. И Уэсли ничего не осталось, как начать проповедовать. И когда он проповедовал, у него тоже эти же вещи стали происходить. И он сказал тогда, ну, наверное, это нормально, хорошо, пусть Бог благословит служение Уайфилда. В дальнейшем они с Уайфилдом разошлись из-за того, что верили по-разному в момент спасения. Уайфилд был кальвинистом абсолютным, он верил в предопределение, что спасение нельзя потерять. Уэсли же был армянианином, то есть он верил, что если человек грешит специально, осознанно, естественно, спасение ему не достается, он должен вести святой образ жизни, освещать себя в течение жизни и так далее. Но что интересно, их служение разошлось, но на их отношения это не повлияло, они уважали друг друга долгое время. И, конечно же, всегда были люди, которые пытались спровоцировать между ними какую-то ссору. И есть момент, когда к Уэсли подошли и спросили, скажите, пожалуйста, вообще, вот с тем учением, которое Уайфилд проповедует, вы его увидите на небесах или нет? Мы увидим его на небесах? И Уэсли ответил так, он говорит, нет, я думаю, что я не увижу Уайфилда на небесах. И все так, вау, обрадовались, напряглись те, кто провоцировали вот эти вот склоки. Говорят, серьезно? Он говорит, да, потому что он будет так близко к славе Божьей, а я буду так далеко от него, что, наверное, я его просто не смогу увидеть физически. И они такие, ааа, мы не тот ответ ожидали. Ну да ладно, хорошо. То есть это показывает о том, что даже если у тебя есть оппоненты в доктринах, да, но ты видишь их образ жизни, ты видишь, как они себя ведут, благословляй их, амэн, относитесь к ним с уважением, особенно если в их жизни есть реальные плоды. Хорошо, слава Богу. Что еще можно сказать? Вот, Уайтфилд, если мы касаемся его, он семь раз ездил в Америку, туда-обратно, и заложил основания для дальнейших пробуждений в Америке. На самом деле у него очень серьезный был успех. Единственное, что я как бы забегу вперед и скажу о конце служения и того, и другого. Уэсли, Уайтфилд, он больше действовал как евангелист, проповедовал массам, двигался в силе Святого Духа, однозначно, у него каялись люди. Уэсли делал то же самое. Он был евангелистом не таким, может быть, хорошим, как Уайтфилд, но то, что он делал, он придавал церкви форму. Он был больше пастор, да. Он готовил команду служителей из простых людей. Их к тому времени уже из англиканской церкви попросили, да. И когда он набирал на обучение сначала проповедников, он задавал несколько вопросов. Первый, ты читаешь Библию каждый день? Да. Ты молишься каждый день? Да. Ты благовествуешь каждый день? Да. Ты готов отдать жизнь Иисуса? Да. И вот если четыре, да, этих были, он принимал людей на служение. И когда не стало Уайтфилда, по сути, и не стало каких-то его последователей. Когда не стало Уэсли, осталась целая динаминация, которая породила потом другие пробуждения, другие динаминации. О чем это говорит? Мы должны делать и оставлять после себя конкретных учеников. Не просто проповедовать массам, это тоже хорошо, это не возбраняется. Но оставлять конкретных учеников. И Павел об этом говорит Тимофею, да, он говорит об этой школе ученичества. Но интересно, что только благодаря этой школе ученичества и продолжает проповедоваться Евангелие сегодня. Амин. Поэтому очень важно оставлять после себя конкретных учеников. Хорошо. Интересно, что можно сказать еще о Уэсли? Уэсли попал в книгу рекордов Гиннеса как человек, который на лошади объездил бы земной шар четыре раза. Столько он путешествовал, проповедуя Евангелие по Англии, представьте себе. Он на самом деле был такой очень трудоспособный человек, много помогал бедным деньгами, все деньги от продажи своих книг он жертвовал на социальные работы. Также, конечно, выступал против рабства и работорговли, вставал в четыре утра, первая проповедь у него была в пять утра уже. В будни он проповедовал три проповеди, в воскресенье пять раз. За жизнь проповедовал 30 тысяч проповедей, произнес, написал 230 книг, в год проезжал около 10 тысяч километров на лошади, был очень продуктивен. После его смерти осталась команда 730 проповедников и было уже 135 тысяч методистов после его смерти только. Он хотел пробуждения, естественно, а не просто новую организацию. Ну, был не понят, как мы уже говорили. Интересны вот эти вот группы по изучению Писания. На этих группах по изучению Писания, конечно, молились, конечно, изучали Писание, но, что интересно, был такой еще момент, собираясь, люди исповедовались друг к другу, не скрывая, не стесняясь, или рассказывали, как они преодолели искушения за неделю. Задавались примерно следующие вопросы. Первое. В чем ты согрешил, какие были искушения и как ты одержал победу над ними? И люди делились вот этими моментами в своей жизни. Что еще можно сказать о Уэсли, знаете, расскажу такую историю. Они верили в то, что если человека не гонят, то значит он в чем-то согрешил или не угоден Богу. Они верили, что тебя должны, если ты правильно живешь, тебя должны постоянно гнать. Был такой случай, когда к нему пришел молодой проповедник-методист и говорит, я так плохо проповедовал, может быть, я не призван быть проповедником. Он, а ну расскажи, как ты проповедовал. Говорит, я пришел в городок, как вы сказали, встал на базарной площади утром в воскресенье и стал проповедовать Евангелие. И что? Говорит, ни один не покаялся. Ну а что происходило, когда ты проповедовал? А люди взяли камни, стали кидать в меня камнями, бить палками, потом выгнали из города. Он сказал, нет, я очень хорошо проповедовал. И был такой случай однажды тоже, что Уэсли ехал на лошади из одного города в другой. И вдруг вспомнил, что пять дней его уже никто не гнал, не оскорблял там. И он такой, боже, в чем я загрешил, что случилось, прости меня, я даже не знаю, что я сделал. И тут проходил один крестьянин, который узнал его, и он был настроен против него, взял куски земли, камни, стал кидать в него. И вот он такой, о, спасибо тебе, Боже, спасибо, ты ответил. Все, да, все нормально, все хорошо. Так что, ну, мы к этому проще относимся, да, не обязательно провоцировать, да, или как-то ежедневно быть гонимым. Я думаю, что и апостолов не каждый день лупили, да, и даже Павла, который тоже был таким в хорошем смысле провокатором. Но не каждый день ему, наверное, доставалось, и думаю, что Павел так не верил. Но, тем не менее, та работа, которая была сделана, конечно, это уникальная, удивительная работа. Слава Иисусу! Благодаря методистскому пробуждению в Англии не произошла революция, я уже говорил, такая, какая назревала и произошла во Франции. Следующая, началась реформа тюрем, пенсиональных заведений, благодаря этой реформе. Благодаря этой реформе в Англии отменили рабство, запретили, возник запрет на рабство, благодаря этому пробуждению. Благодаря этому пробуждению начались серьезные социальные работы. То есть, открывались дома, приюты такие для обездоленных людей, столовые благотворительные. После этого пробуждения потом в дальнейшем было зарегистрировано в Англии несколько первых библейских обществ, благодаря этому пробуждению, которые печатали библейские трактаты, библии распространяли по всему миру. И эти общества существуют до сих пор. Благодаря этому пробуждению началась работа с детьми первой воскресной школы. Была такая женщина, Ханна Бал. Она была одной из первых, кто начал воскресную школу по работе с детьми. И они сегодня также распространены во всем мире, имеют практику во всех деноминациях фактически. И у католиков, и у православных это есть. Слава Богу. И все это, конечно, благодаря методистскому пробуждению. Аллилуйя. Хорошо. Сейчас немножко посмотрим. Давайте, знаете что? Напишите, когда образовалось это библейское общество британское. 1804 год. 1804 год. Образование британского библейского общества. Британского библейского общества. 1804 год. А 1816-й – американское библейское общество. Американское библейское общество. 1804-й – британское библейское общество. 1816-й – американское библейское общество. Американское библейское общество. В это же время появляется понятие «внутренняя миссия». Вводит это понятие, основателем этого понятия является человек по имени Иоганн Вихерн. Он вводит понятие «внутренняя миссия» или «декания». До этого миссией считалось поездка к язычникам или в другую страну и против поведения там, за пределы своей страны. Почему? Потому что считалось, что в христианских странах все христиане с детства крещённые, они принадлежат церкви, принадлежат какому-то конкретному приходу. Поэтому чего проповедовать верующим? После пробуждения пиетизма, после методистского пробуждения стало понятно, что не все крещённые в детстве, не все называющие себя христианами и даже принадлежащие к конкретному приходу верующие, им тоже необходима проповедь Евангелия. И дошло, что проповедь Евангелия нужна, конечно, за пределами своей страны 100%, но также внутри нужна проповедь Евангелия. И поэтому вводится такое понятие внутренней миссии или дикании. Были целые дома дикании, где обучали для проповеди внутри страны людей. Слава Богу. Хорошо. И где-то что происходит дальше? Дальше в Америке поднимаются колонии, в Америке поднимаются Штаты. И в 18 век в Америке многие верующие бегут туда, ища религиозных свобод. Они гонимы в Европе, думают, что в Америке положение будет лучше. Целые общины туда переезжают, пуритане, квакеры переезжают туда, методисты едут, баптисты едут. Но интересно, что в 18 веке в Америке все-таки церквей мало, и церкви малочисленные, а люди неграмотные, большая преступность, большой уровень преступности. И люди безбожники конкретно. Первое пробуждение серьезное в Америке связано с именем человека Джонатан Эдвардс. Джонатан Эдвардс. Человек по имени Джонатан Эдвардс. Джонатан Эдвардс. Джонатан Эдвардс. Он был сыном пастора, и сам служитель пастор, если я не ошибаюсь, церковь конгрессионалистов. То есть такая общинная церковь. Джонатан Эдвардс. Джонатан Эдвардс. Служит в городе Нордхэмптон. Служит в городе Нордхэмптон. И в 1734 году, в 1734 году, в 1734 году читает ряд проповедей об оправдании по вере и новом рождении. Причем читает в обличающей достаточно манере. Одна из его самых известных проповедей. Слышали, может быть, о ней. Грешники в руках разгневанного Бога. Интересно. Он проповедует, не выходя из-за кафедры, при лучине, при свечке. Очень скучно, да, достаточно так. То есть, ну, никто бы не мог подумать, что пробуждение может прийти через такого человека. Но те слова, которые он говорил, да, это были правильные слова. И когда он проповедовал, вот, или эту проповедь, или другую, у него там целая серия проповедей была подобного рода. Вдруг, а он еще в очках, ну, не все видел, вдруг, причем читал свои проповеди с листа. Он их записывал, и вот стоял, представляете. Но говорил верные слова, правильные слова. Вдруг он услышал шум какой-то у себя в зале, в церкви, поднял голову. И увидел, что с людьми что-то происходит, они падают на пол, кричат, плачут. А старейшины церкви хватаются за столбы в церкви. Почему? Потому что потом, как они говорили, им казалось, у них было видение, что земля, пол расступается, и внизу ад, и они падают в ад. Конечно, покаяние было сильнейшим. И с этого момента начинается то, что в американской истории названо Великим Американским Пробуждением. Великое Американское Пробуждение. За полгода у него новых членов прибавилось 300 человек, при том, что все население Нортхэмптона было 1100 человек. Знаете, когда мы говорим цифры, нам они кажутся небольшими, но надо понимать, что в то время население городов, население штатов, оно было настолько малочисленным, что на помощь ему приезжает Уайтфилд и также участвует в этом пробуждении. За 20-25 лет спаслось 50 тысяч человек, при том, что общее население было 340 тысяч. То есть это серьезно. Это если бы сегодня в США произошло пробуждение, то сегодня спаслось бы 25 миллионов в процентном соотношении. Спаслось 50 тысяч, прошу прощения, 50 тысяч, а общее население было тогда колонии 340 тысяч составляло. Слава Богу. Хорошо. Во время этого пробуждения начат Принстонский университет известный, который существует до сих пор. И во время этого пробуждения также был сделан упор на образование. Пробуждение шло, знаете, от одного города к другому, от одного штата тогда, ну, еще к другому. Ну, слава Богу. И, конечно, заложило основания также для дальнейших пробуждений в Америке. Ну, что можно сказать о 18-19 веке дальше, да? Что, конечно же, наступает период модернизма, да? Период модернизма, эра модернизма. И это век рассудка. Это не столько век духовных переживаний, это век рассудка. Во-первых, по всей Европе и в Англии также происходит, во-первых, промышленная революция. Техника развивается, заводы открываются. Во-вторых, политическая революция, страны становятся независимыми, свободными. Интеллектуальная революция, наука развивается. И у людей появляются новые взгляды на мир и на Бога. Конечно же, рассудок или разум объявляется главным авторитетом. Наивысшим авторитетом. И если вы знаете, да, когда во Франции произошла революция, там тоже пытались провозгласить культ богини разума. Богини разума. И, конечно, это ужасно, слава богу. Хорошо. И люди не хотели ждать вечной жизни, они уже провозглашали хорошую жизнь здесь и сейчас. И так далее. Что способствовало этому? Во-первых, эпоха Ренессанса, о которой мы говорили, она подготовила все-таки путь к этому, к развитию человека. И человек уже стал самостоятельно развиваться без бога. Также войны в Европе, в том числе и религиозные, подорвали авторитет вообще к вере, к богу. И прорыв в естественных науках. Чем больше человек начинал знать, тем больше ему казалось, что вера в бога – это какие-то несостоятельные вообще вещи. Хорошо. Что можно сказать еще? И, конечно же, век модернизма, рационализма порождает потом атеизм, широко распространяется. Дарвин, его теория появляется, становится возможной. Даже модно не верить в бога, в какой-то момент модно не верить в бога. Появляются такие политические течения, как социализм, коммунизм, да. Потом позже и нацизм уже. Ну, нацизм немножко другой, на романтизме там больше замешано это все. И это конкретно антирелигиозные движения. Не только антихристианские, антирелигиозные вообще. На фоне этого появляется, на короткое время появляется такое движение, как романтизм. Знаете, все равно человек идет от крайности в крайность, да. То есть, если какое-то время человек не может долго на чем-то одном зацикливаться. Если долгое время говорят «бога нет, ничего нет, только разум, только разум», пришел момент пробуждения романтизма. Это возвращение к мистике, возвращение к чувствам. Чувства управляют всем. Но самое интересное, что это не было возвращение к богу. А в Европе это вызвало настроение возвращения к старым религиям. То есть, к язычеству. Да, вот немцы, интерес к старым религиям, к языческим богам, включая Одина там, так далее. И это была своего рода как реакция на модернизм. Но, тем не менее, все равно культ рассудка, скажем так, он преобладал. Хорошо. Пойдем дальше. Напишите. 1776 год. 1776 год. 13 колоний Новой Англии, ну это на территории Америки, да, становятся независимым христианским государством. 1776 год. 13 колоний Новой Англии становятся независимым христианским государством. Колонии Новой Англии, ну это 13 основных штатов США, да, с которых начались Соединенные Штаты Америки. Объявляют себя независимым христианским государством. Но положение там не лучше, чем в Европе. Из Европы приходит скептицизм в университетах, рационализм. Христианские конфессии теряют членов. Методистов с каждым годом становится меньше на 4 тысячи прихожан. То есть церковь тает. С другими динаминациями в Америке происходит то же самое. В это время происходит то, что в Америке называют палаточным пробуждением или пробуждение на Диком Западе. Палаточное пробуждение или пробуждение на Диком Западе. Палаточное пробуждение Пробуждение на Диком Западе Палаточное пробуждение Или пробуждение на Диком Западе 1800 год 1800 год 1800 год Основными людьми в этом пробуждении Это два человека Джеймс Макгреди Джеймс Макгреди И Бартон Стоун Джеймс Макгреди Бартон Стоун Они пресвитерианские служители Кальвинисты Джеймс Макгреди Бартон Стоун Стоун, да Они сами из Каролины Северной Их приглашают в штат Кентукки провести Богослужение в одной Заброженной церкви Где паства есть небольшая А служителей нет Они приезжают в этот населенный пункт Начинают проповедовать И проводят вечерю Господню Во время вечери Господней Дух Святой исходит в невероятной силе Так что служение С короткими перерывами на сон Продолжается четыре дня Беспрерывно Четыре дня Об этом становится известным Его начинают приглашать В различные церкви И Макгреди И Стоуна У Стоуна на собраниях Около двадцати тысяч человек И множество новообращенных Церкви загорелись Таким огнем Что ли Духовным пробуждением Множество Поднялись лидеры Которые спали Раньше церковные лидеры Куча конечно Новообращенных людей Макгреди Проводит Собрания В палаточных лагерях То есть вы знаете Раньше Первопроходцы Они путешествовали В обозах И Когда останавливались Они ставили обозы Кругом Чтобы защитить себя От Разбойников Которых было немало От индейцев И так далее И путешествовали дальше На запад страны На дикий запад Основывая эту землю Он ездил И проповедовал В таких лагерях И конечно же Ну Это касалось людей Серьезно было И люди падали в духе Было такое Лежали на земле Часами И интересно Что вот эти проявления Они были во время Всех пробуждений И методистских в том числе Было такое Когда методисты Строили свой молитвенный дом А англикане Над ними насмехались Друг Божий Дух сходил Те падали Без сознания Причем за них Никто не молился Им никто ничего не говорил Когда приходили в себя Либо приставали К методистской церкви Либо просто уходили постыженные То есть такие вещи происходили Я читал В баптийских церквях Такое происходило Интересно что Филадельфийская ассоциация Ранее Баптистская Сохранились в архивах Такие записи Когда крестили в Америке Первого баптистов По традиции Вот человек крестился Выходил на него Возлагались руки И молились О принятии им Святого Духа Это был просто традиционный жест А на самом деле Дух Святой сходил И люди начинали говорить На иных языках И такие случаи В архивах отмечены Так что Вот такие вот вещи Которые некоторым Кажется странными Они происходили Во все времена И во всех динаминациях Слава Богу Самое большое Палаточное собрание Которое у него было Это 25 тысяч человек За три года Только методисты Выросли на 40 тысяч 40 тысяч новообращенных Или отступников Вернулось И конечно же Росли и другие Динаминации Что произошло Вследствие этих Пробуждений Великое американское Пробуждение Палаточное пробуждение На диком запасе Следующее К власти пришли Благочестивые люди И это было естественно То есть они вышли Из пробуждения Скажем так И они не Не стремились Может быть К власти Но так случилось Вот И Начались Основные Евангелизационные Служения Которые существуют Сегодня Или как их прообраз Родился именно тогда Это Палаточное Богослужение Да Это Вообще Миссии Евангелизационные По всей стране Слава Богу Хорошо Чуть-чуть еще Про Америку Поговорим С 1857-58 Годы 1857-58 Годы В Америке Серьезный Экономический Кризис 1857-58 В Америке Серьезный Экономический Кризис Экономика Рушится Как сейчас Знаете Я на это говорю Слушайте У них всегда Кризис И всегда Что-то Рушится И все равно Они не похудели Еще пока Живут хорошо Наверное Не знаю Как будет В дальнейшем Но честно Они столько Кризисов Переживали Ну и живут Пока хорошо Переживают И поправляются Да Едят Макароны Но им Легче Я думаю Приспосабливаться Все равно Это Хорошо Экономический Кризис У людей Конечно же Разочарование Духовные Проблемы Интересно Что Бог Выбрал Этот экономический Кризис Чтобы Устроить Еще одно Пробуждение Которое Известно Как молитвенное Пробуждение Америки Во главе Этого Пробуждения Стоял человек Которого Звали Иеремия Ламфиер Иеремия Ламфиер Иеремия Ламфиер Ламфиер Молитвенное Пробуждение Молитвенное Пробуждение Иеремия Ламфиер Он Бизнесмен который тоже пострадал во время кризиса, потрепало его, да, и он слышит призыв от Бога к уличным евангелизациям и желание устраивать во время, скажем так, обеденных перерывов или в свободное время молитвенные собрания, чисто молитвенные собрания. Он проповедует на улицах, раздает приглашения, снимает зал, это в Нью-Йорке все происходит, улица Фолтон-стрит, не обязательно писать, я просто говорю, Нью-Йорке. И в первый день он приходит, никого нет, он разочарован, удивлен, он столько раздал приглашений, он закрыл глаза и молится, и вошел в раж такой во время молитвы, когда открыл глаза, рядом уже стояло 6 человек мужчин и поддерживало его в молитве. И так и пошло. За 6 месяцев молитвенный огонь от одного побережья до другого прокатился. Только в Нью-Йорке по 30 тысяч человек собирались на молитвенные собрания. Молитва стала нормальным образом жизни для американцев того времени. Молились на улицах, в магазинах, в церквях, во время перерывов на работе. Через два года было около более миллиона спасенных благодаря этому пробуждению. В то время, как бы уже начиная с того времени и позже, не знаю, знаете, вы не знаете, да, был период, когда в Америке печатали книги, допустим, как молиться, чтобы похудеть. Или как молиться, чтобы комнатные растения там хорошо развивались, допустим, так вот, да. То есть это говорит о нескольких вещах. Конечно, в этом можно и плюсы видеть. Какой плюс? Молитва стала такой естественной частью американца, что он использовал ее в своей жизни практически. В принципе, это неплохо, да. Ну, если хочешь человек молиться, чтобы похудеть, ну, но лучше в спортзал, конечно. И на ночь не есть. Можно и молиться одновременно, качаться в спортзале и молиться, не вопрос. Все с молитвой, да. Хорошо. Хорошо. Что можно сказать? И это время, да, когда уже позже, это время в Америке таких серьезных евангелистов, личностей. Время интересных людей, интересных личностей, евангелистов. И один из них, давайте запишем его, Чарльз Финнэй. Мы двоих рассмотрим. Это Чарльз Финнэй и Дуайт Муди. Муди, Чарльз Финнэй и Дуайт Муди. Дуайт Муди, вы слышали, наверное, да, есть институт, университет Муди в Америке, в Чикаго, Чикагский университет. Чарльз Финнэй, Чарльз Финнэй, Чарльз Финнэй, Чарльз Финнэй, родился в 1791 году. До сих пор продаются его некоторые проповеди, которые записаны как книги. Возможно, читали вы. Отступники есть книга Чарльза Финнэя, такая она на раскладках продается. Потом распахивая на вину есть у него. Это серия проповедей, которая записана как книги. Конечно же, он так проповедует в таком жестком, обличающем стиле, в таком немного законническом. Но кто знает, возможно, на тот период это и было необходимо. Муди когда родился? Пока не знаю. Давайте сначала Чарльз Финнэй. Давайте не будем торопиться по очереди. Евангелист. Муди тоже был евангелистом. Евангелист. Учится на юриста Чарльз Финнэй. И у него хороший наставник, хороший учитель, пожилой, верующий человек. И когда Чарльз уже, его учеба подходила к концу, он спрашивал его. Чарльз, а что ты будешь делать дальше? Он говорит, ну вот закончу сейчас, наймусь куда-то работать как юрист. А дальше что ты будешь делать, Чарльз? Ну а потом наберу опыта, практики, открой свою фирму. Буду самостоятельно работать. А что потом будешь делать, Чарльз? А потом я женюсь. А затем? Ну как затем? Дети будут, буду заниматься их воспитанием. А потом что будет, Чарльз? Дам детям образование, женю, замуж выдам. Внуки пойдут. А дальше? Ну буду нянчить внуков, постараюсь, чтобы дети состоялись в жизни. Ну а дальше? А дальше я состарюсь. Потом? А потом я умру. Он говорит, а что дальше, Чарльз? И тогда впервые Чарльз Финн задумывается, что неужели есть что-то дальше? Он так уважал этого человека, конечно, его авторитет сработал, но тем не менее, неужели есть что-то дальше? Библию, конечно, он стал читать больше из такого профессионального интереса. Потому что все равно, хотим мы или не хотим, в основании всех современных законов и конституций лежат 10 заповедей, да? И поэтому он взял изучать Писание, и во время чтения Писания что-то с ним произошло. Бог коснулся его, он родился свыше, осознал свое призвание, становится пастором в пресвитарианской церкви небольшой. И какое-то время служит как пастор, но он не пастор, он не призван быть пастором, и он верил иначе, чем пресвитарианцы, чем кальвинисты. И в конце концов у него становится свое собственное, конечно, это не в раз произошло, это было постепенно, но становится свое собственное служение. Его называли Евангелистом Пробуждения. Что он делал? Он не приезжал просто на день или на два, проповедовал Евангелие, он приезжал в какой-то город и оставался там до тех пор, пока не видел основную массу города обращенной. И именно Чарльз Финн изобретает молитвенные команды впервые, которые молятся во время его собраний, а вообще приезжают в город до его собрания. Находятся там, допустим, неделю-две и промаливают город, и промаливают атмосферу. Потом приезжает он и в гостинице там вместе с ними еще несколько дней молятся. Бывало такое, что благодаря молитвам уже атмосфера города изменялась, люди чего-то ожидали. И даже люди приходили под балкон гостиницы и кричали «Проповедник! Проповедник!» Он выходил, они говорят «Проповедник, давай уже проповедуй нам!» Он выходил и говорил «Уходите, придете завтра». Я опять молился. Люди приходили, проповедник. Когда начиналось служение, он проповедовал о грехе в основном. Он обличитель был такой, причем очень достаточно резко так. И он говорил там, обличал, говорил, ну вот, он говорил «Вы грешники, 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 грешники!» И люди такие, ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Короче, на седьмой день, допустим Люди уже приходили И они сто процентов знали, что они грешники Они знали, что их ожидает И седьмой он говорил Вы грешники, грешники Но у Бога есть выход Иисус умер за вас И бегите скорее, вы можете принять его своим Господом Люди бежали, ломились просто Каялись Он первый Но метода должна в этом быть Не просто сказать уйти Надо добить человека Он первый ввел Приглашение к алтарю Когда люди выходят вперед каяться Такого не было раньше Люди стали выходить вперед, стали каяться У него каялись бандиты серьезные То есть на то время было так Я вот один пример приведу Он проповедовал в одном восточных штатах В городе, город назывался Эвен-Миллс Полгода он там трудился Шесть месяцев Когда он уезжал В городе осталось только несколько грешников Которых вот так вот Можно было знать, показать Весь город обратился Ну города были небольшие, но не важно Это знаете, как В советское время У нас соседи были там Баптисты Я в таком районе жил Где бандиты или баптисты И идет баптист О, баптист пошел А в том городе, наверное, грешник шел Говорили, о, грешник пошел Грешник Их по пальцам можно было пересчитать Слава Богу В Нью-Йорке выступает с лекциями 12 тысяч копий Его лекции сразу же после собрания Раскупаются То есть настолько он был Таким известным человеком В 1835 году становится профессором теологии В 1835 году становится профессором теологии Знаете, иногда есть такое заблуждение Что евангелисту не нужно библейское образование Да, вот он Может сказать, Иисус умер и воскрес И этого достаточно Помолиться за человека Этого достаточно На самом деле, думаю, что неправильно Вот У него Он был образованным человеком Кроме того Он активно принимал участие В борьбе против рабства В Соединенных Штатах И он Сестрам это, наверное, понравится Он боролся усиленно за права женщин Боролся за права женщин Почему? Потому что было время Что женщина вообще не могла получать Высшее образование в университете Потом Образовали специально отдельные Для женщин университеты Где они получали только по некоторым моментам высшее образование А потом уже сегодня женщины учатся вместе с мужчинами Получают наравне образование И идут в профессии, которые раньше были мужскими Вот он был поборником также прав женщин Лично привел к Богу около полумиллиона человек Лично привел к Богу около полумиллиона человек Проповедовал свободно, вдохновенно Один из первых вышел из-за кафедры Стал ходить по сцене Подходить людям И я уже говорил, что он формировал команды молитвенников И он один из первых Кто ввел команды души попечителей Сегодня это в каждой церкви есть То есть человек кается Обращается к нему Ему представлен человек Который молится за него Поддерживает с ним отношения Ведет его дальше к Богу Объясняет какие-то вещи Разговор, молитва и так далее Короче, он изобрел, скажем так Современное служение пробуждения И на самом деле Его служение сопровождали сверхъестественные вещи Хотя он, ну, не был пятидесятником Трудно сказать, что он был пятидесятником Но его служение сопровождали сверхъестественные вещи Он мог проповедовать И во время его богослужения люди вдруг падали Впадая в транс, скажем так Да, в такое состояние Когда написано, что Петр впал в выступление Когда молился в горнице Там в оригинале в греческом в транс написано Ну, просто транс может быть оккультным А может, ты можешь просто прийти в Божье присутствие Да И люди падали И поэтому, знаете, что он делал? Перед богослужением он говорил Пожалуйста, пожалуйста, не залазите далеко На заборы, на деревья не залазите Почему? Потому что люди, как за кей Желая видеть Иисуса, да За толпой залазили наверх И он говорит, не-не-не-не Далеко не залазите Вот Слава Богу Это служение Чарльза Финне Что-то я еще хотел о нем сказать А Интересно, что также он Очень Как бы Заботился О Избранных служителях Божьих Был такой случай, что когда Его вызывали Он был на расхват Приезжай к нам в город Приезжай к нам в церковь Сделай пробуждение И однажды Он К нему приехали Говорит Приезжай к нам в город А он говорит А пастор ваш где? Ой, а пастор сейчас Там Болеет Плохо себя чувствует А ну расскажите вообще Про ваших пастор А у нас был один пастор Он там умер Болел А второй сбежал А третий еще что-то И короче По расспросам он понял Что пастор вообще О своем служителе Не заботилась практически Он сказал Я не приехал Вы Убили одного Божьего человека А второй от вас сбежал Пока вы не начнете Заботиться о них Даже пробуждение Не будет в вашем городе Даже если оно начнется Некому будет его Потом подержать И так же интересно Он не ездил Как бы служить в церковь К пасторям Он в личной беседе узнавал Если пастор Не каялся перед Богом В слезах Хотя бы раз в неделю Не исповедовался То есть он как бы проповедовал Такое постоянное покаяние Слава Богу И конечно же оно необходимо В жизни людей Амин Изменения Потому что знаете Даже не то что ты возвращаешься К старым грехам А порой ты осознаешь Какие-то вещи в своей жизни Которые раньше грехом не считал Сейчас ты оказался Что это грех Я когда покаялся Я избавился от алкоголизма Курения Блда Основных вещей И думал что это грех Потом я стал понимать Что грех Это зависть Осуждение других людей Да Там Неконтролируемый гнев Это грех Потом я понял Что даже мои неправильные мысли Которые я культивирую Допускаю Это тоже грех И постепенно Бог таким образом Очищает нас Амин Мы идем на перерыв После перерыва возвращаемся Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!